Будь таким же смелым и умелым воином, как старший сержант Ястребков, помогая наступающей пехоте громить врага. Такую агитационную листовку с фронта, выпускаемую в рядах Красной Армии для поднятия боевого духа, получила в начале 1945 года мама разведчика-наблюдателя Павла Ястребкова. Ее сын в одном из боев при форсировании реки Сош засек пулеметы и скопления немцев. Благодаря переданной им информации были уничтожены огнилые точки и более 50 противников. Через болото замкомандиром полка, я со своим расчетом пулеметным туда вышли на берег Соша, а там немцы отступали, хотели удрать. Мы сразу выстроились, огонь в лошади, там все завертелось, вот пуперма началась, минометчики долбали. Военный путь Павла Ястребкова начался летом 1941 года, когда он 16-летним подростком устроился токарем на завод номер 8 имени Калинина в Подлипках. Участвовал в производстве артиллерийских орудий и установок. Когда враг близко подошел к столице, завод эвакуировался на Урал, а Павел Иванович стал собирать гранаты в литейном цеху, который в годы войны разместился в стенах Троицкого собора в Щелкове. И вместе с другими добровольцами, защищая родину, делал завалы леса. Здесь вот, где улица Сиреневая, здесь был лес Еловый. Там мы работали до темна, от темна до темна. Приходили тут же саперы наши, и они минировали этот лес, чтобы немец... Мы же не знали, придет он или не пройдет сюда, в Щелково. В 42-м году 17-летнего Павла Естребкова призвали в армию. С января 43-го он уже на фронте. Стрелок, разведчик, пулеметчик. В 438-м стрелковом полку 129-й стрелковой дивизии, которая участвовала в легендарном параде 7 ноября 41-го года на Красной площади. Привезли Мценск в Орловской области, и вот оттуда, и сразу вперед. Языка таскать, уметь стрелять и со всех видов оружия. Но у меня Максим хорошо получался, я чечетку выбивал на нем. Я был и командиром расчета, и был командиром взвода пулеметчиков. В составе 129-й дивизии Павел Иванович участвовал в боях на Курской дуге, освобождал город Орел. С крупным поражением группы армий «Центр под Орлом» рухнули планы немецкого командования по использованию плацдарма для удара в восточном направлении. Контрнаступление начало перерастать в общее наступление Красной армии на запад. Первый салют во время войны был дан в честь освобождения Орла. А 129-я дивизия, в которой служил Павел Истребков, и которая первой ворвалась в город Орел, стала называться дивизией Первого салюта. Павел Иванович также участвовал в Брянской наступательной операции, освобождении Белоруссии, Восточной Пруссии и Берлинской операции. Был несколько раз ранен, дважды лежал в госпитале с серьезными ранениями бедра и левого плеча. Пришли на реку Друдь, где перекрыли магистраль Бобруйск-Могилев. Ночной бонь. У меня была заранее пристарелена полоса, чтобы сюда лишнего не махнуть и сюда. Это назывался кинжальный огонь. И он хотел нас спихнуть. Наступал и наступал. Я сам был за пулеметом. И в этот момент разорвалась. То ли мина, то ли граната залепила мне. Одни из сложных боев, вспоминает Павел Иванович, были при штурме Кёнигсберга. Немецкое командование приняло все возможные меры для подготовки города-крепости к длительному сопротивлению в условиях осады. В городе имелись подземные заводы, многочисленные военные арсеналы и склады. В Кёнигсберге у немцев имелись три кольца обороны. Для окружения и уничтожения немецкой группировки советские войска должны были нанести по Кёнигсбергу одновременные удары с севера и юга. В одной из атак немцы бежали, я увидел офицера. У него планшет, а планшет дороже всего. Я кумбату говорю, вот, офицер-то он. Ну, тут же снайпер, завалили его. Посылай. Я посылаю одного разведчика. А немцы уже его берегли. Второго. И говорят, иди сам. Я пополз. Сколько он расщелкал, натянул его на себя, и пополз. Сколько влепили в него, я не считал. Но я притащил. В городе Мелизак, восточной Пруссии, в феврале 45-го Павел Истребков стал свидетелем гибели командующего войсками 3-го Белорусского фронта Ивана Черняховского. Генерал армии ехал на передовую, а дорога обстреливалась. Осколок снаряда пробил машину, сиденье и вошел ему в сердце. Там все двухэтажные здания, а ширина улицы вот такая. И мы никак не могли продвинуть. Там была сильная линия укрепления. Там железобетонные колпаки были. А он проехал. Мы орали, но проехал он. А там недолет, перелеты рядом. Водитель развернулся. Водитель развернулся, стоит на этом, на крыле и кричит. Черняховского убила. А-а-а, за родину, за Черняховского. День победы Павел Истребков встретил на реке Эльба в городе Бурге в Германии. Затем еще в течение пяти лет в составе 58-го отдельного автополка восстанавливал Белоруссию. Был награжден медалями за оборону Москвы, за отвагу, за взятие Берлина и Кёнигсберга, за победу над Германией, орденом Отечественной войны второй степени. После демобилизации вернулся домой в Щелково. Получил высшее образование. Работал ведущим инженером в отрасли электронной промышленности на предприятии «Исток» во Фрязине. У меня есть дети, у меня есть внуки, правнуки, а я ими горжусь. Сам я старался быть примером. Вот родился, значит, надо жить, надо учиться, надо работать. И все надо делать, как надо. Сергей Максимов, Галина Хладцова, телерадиокомпания «Щелково».